МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. О последних событиях Ленинского района вам расскажут наши корреспонденты и я, Татьяна Брылова. Вначале коротко о темах выпуска. Александра Михайловна Селютина, одна из первостроителей Видного, отметила юбилей. Она у нас замечательная. Она настолько добрая, она такая отзывчивая. В горках Ленинских состоялся музыкальный фестиваль, посвященный творчеству народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Издалека Течет река На домашнем поле в рамках Чемпионата России по мотоболу видновские мотоболисты встретились с командой «Заря» из Краснодарского края. Каждый соперник, он и есть соперник. Надо бороться со всеми одинаковыми. 15 июля свой 90-й день рождения отметила первостроитель Видного Александра Михайловна Селютина. Поздравили ветерана с юбилеем глава муниципалитета Валерий Венцель и наша съемочная группа. Сложно поверить, но Александра Михайловна Селютина – ровесница Ленинского района. 15 июля ей исполнилось 90 лет. С этим событием ее пришел поздравить глава муниципалитета Валерий Венцель. Он зачитал юбиляру поздравительный адрес от президента, а также вручил подарки от руководства области и района. От нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева позвольте вот такой комплект постельного белья вам преподнести в ваш день рождения. И от нас позвольте вот такой плед, чтобы согревал вас в ненастную погоду. И разрешите вам вручить вот такую памятную медаль. В этом году не только у вас 90-летний юбилей, в этом году еще юбилей нашего Ленинского района. За свою долгую жизнь этой женщине много чего пришлось пережить. Приход немцев в их село и страх, что сейчас расстреляют. Холод и голод. Смерть на фронте отца. Он прямо в первых числах погиб. Как взяли его, и вот тут же он погиб. И никакого слуха нет. Только пришли бумаги. Мы запрос делали. Может, думаем, найдут его. Опять бумаги такие же пришли. Вот и все. Было тяжело, но она справилась. Неженскую работу по разработке торфянников в Ленинграде после войны она сменила на стройку московского коксогазового завода и других социальных объектов Видного. Жили сначала в палатках на Сахалине. Так в ту пору называли временный поселок. Потом нас в бараки переселили. Переселили в бараки. Там комната у нас была. Там не знаю сколько нас человек. 12 человек нам жили. Вот там мы с мужем поженились. И нам дали на садовой улице комнатку. В 1961 году семье дали квартиру Ногаевского, в которой Александра Михайловна живет до сих пор. Ее муж, фронтовик Степан Федотович, почти полвека проработал в аммиачном цехе на московском боксогазовом заводе. Увы, два года назад он ушел из жизни, едва успев отпраздновать свое 90-летие. На вопрос о том, как ей удается так хорошо выглядеть, Александра Михайловна ответила просто. Потому что мой муж очень хороший был. У нас никогда с ним ни спору, ни за ничего хорошо жили. Дети у меня очень хорошие. Вот поэтому я ни о чем не волновалась. Вот этим здоровье я сохранила. Сноха Александра Михайловны Марина Селютина уверяет, что несмотря на довольно тяжелую жизнь, ее свекровь всегда была очень светлым и отзывчивым человеком. Оптимисткой, с которой стоит брать пример. Она у нас замечательная. Она настолько добрая. Она такая отзывчивая. Она за всех переживает у нас. Поэтому иногда бывает, что болеет из-за нас. Что где-то что-то... Ну, кто-то заболел из детишек. Но она у нас вообще труженица. Молодец. После рождения детей наша героиня работала и в детском саду, и в школе, и даже в ЗАГСе, откуда в 73 года вышла на пенсию. Пока было здоровье, занималась садом на даче. Сейчас, говорит, сил хватает лишь на то, чтобы сходить в магазин и приготовить обед. Живет одна, но оба сына, три внука и три правнука, постоянно приходят в гости. Так что скучать, говорит Александра Михайловна, некогда. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно-это. Ежегодная премия «Наша Подмосковья» учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Она присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Подмосковья. В нынешнем году многие жители Ленинского района также будут участвовать в этом мероприятии. Об одном из них расскажет Максим Козлов. Всю жизнь Ирины Маскаевой связана с музыкой. Поэтому неудивительно, что проект, который она представила на соискании губернаторской премии «Наша Подмосковья», носит название «Жизнь с хорошей музыкой». Я не могу спокойно сидеть на лавочках, как некоторые. Я у меня высказаться, дать то, что во мне есть. И вот это, да, это не было раньше проект, но это просто жизнь. Была жизнь, хорошая музыка. За 12 с лишним лет на сцене историко-культурного центра Ирина Васильевна организовала более тысячи ретро-вечеров, музыкально-поэтических встреч и концертов. В них приняли участие как самодеятельные исполнители Ленинского района, так и профессиональные московские музыканты. В названии историко-культурный центр, хоть слово «культурный» стоит на втором месте, творческому направлению работы здесь уделяют особое внимание. И неизменно среди постеров, приглашающих на художественные и исторические выставки, можно увидеть афиши концертов, которые организует Ирина Маскаева. Нередко со сцены звучат и произведения Ирины Маскаевой. Она лауреат нескольких международных конкурсов, автор более чем ста песен. Многие из них написаны в соавторстве с местными поэтами. Приходят наши, в основном пожилые поэты. Они мною очень уважаемые. Они идут, несут. Ирина Васильевна, а может быть, что-то на мои стихи получится? Как я могу отвергнуть? Бывает, что где-то дорабатываю, что перерабатываю, потому что нужно, чтобы она действительно песня зазвучала интересно. Одна из последних песен, написанных Ириной Васильевной, называется «Мое Подмосковье». Она уже не раз звучала со сцены, и сейчас ее репетирует солист ансамбля Росгвардии Даниил Марахин, с которым Ирину Маскаеву связывает многолетняя дружба. В репертуаре Даниила романцы и старинные песни – произведения советских и российских авторов. Он активно гастролирует как сольно, так и в составе ансамбля Росгвардии. Но «Видное» всегда приезжает с особым удовольствием. С Ириной Васильевной очень комфортно работать, она прям полностью отдается, очень добродушно встречает, всегда чай. Человек тебя полностью понимает, и он знает, чего хочешь ты, и очень приятно сотрудничать. Ноты и музыкальные диски Ирина Васильевна издает маленькими тиражами на свою небольшую пенсию. Но в губернаторской премии «Наша Подмосковья» она участвует не ради денег, которые, впрочем, тоже планирует направить на организацию концертов. Конечно, моя цель, чтобы эти песни были услышаны. Ну, хотя бы здесь, потому что в зале слышат песни, а дальше города не слышат песни. Благодаря таким людям, как Ирина Москаева, сохраняются и приумножаются прекрасные песенные традиции России. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. «Видное ТВ». В музее-заповеднике Горки Ленинский состоялся масштабный музыкальный фестиваль. Он был посвящен 90-летию народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Для гостей музея выступили Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и приглашенные артисты. Людмила Зыкина – легендарная исполнительница русских народных и эстрадных песен. В свое время она объехала с концертами весь Советский Союз и огромное количество стран. В 1977 году Людмила Зыкина создала ансамбль «Россия». Музыкальное крещение ансамбля состоялось в одном из самых престижных концертных залов мира – американском «Корнеги Холли», где коллектив дал более 40 концертов. На фестивале звучали песни, некогда исполненные народной артисткой, а также другие песни о России. «Я лечу над Россией, словно в сказочном цене, и дубы и дубы и дубы вошут бронами мне». Концерт пришелся по вкусу всем гостям музея. Его посетили более 200 человек. Завершением фестиваля стало совместное исполнение легендарной песни Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Новости спорта. В прошедшие выходные видновская мотобольная команда «Металлург» принимала на своем поле «Зарю» из Краснодарского края. На игре побывал наш корреспондент Дмитрий Книга, и он расскажет, как прошел матч. В матчах предварительного этапа чемпионата России по мотоболу 2019 года видновский «Металлург» на своем поле до этой игры не пропустил ни одного мяча. И нашей команде было по силам продлить эту приятную серию. Сегодняшний оппонент «Металлурга» команда «Заря» и «Станица Староминская» возможно не самый сильный соперник. Однако сказать, оправдались ли предматчевые расклады, можно будет только после финального свистка. Сейчас важна каждая игра, ведь уже в сентябре «Металлургу» предстоит участвовать в финальной стадии турнира, а эмоции после недавнего триумфального чемпионата Европы еще свежи. «Естественно, ребята были немножко расслаблены. Сейчас начинаем постепенно наращивать спортивную форму для того, чтобы к сентябрю подойти уже в Афгану». За несколько минут до начала матча тренерский штаб дает последние установки, а капитан команды делится своим мнением о предстоящей игре. «Всегда надо дооценивать противников, соперников. Но я думаю, что мы сегодня дадим попробовать нашей молодежи, на что они способны». «Заря» – команда молодая. В чем-то ей не хватает опыта, в чем-то мастерства. Но, несмотря на это, спортсмены стараются добиться максимума в каждом противостоянии. «Всегда поездка видна. Игра с «Металлургом» – это, ну, как говорится, дань уважения к вообще клубу, великому клубу, я считаю. Ну, состраиваешься всегда серьезно. Лидер ли лидер на любую игру настроен очень серьезный. Ребята у нас молодые, команда только организовывается». Игроку команды из Краснодарского края Александру Вагину всего 16 лет. Его привлекают экстремальные виды спорта и рев мотоциклов. Занимается мотоболом он два с половиной года и в этой игре прежде всего хотел получить бесценный опыт. С самого начала матча «Металлург» пошел в атаку. И уже после нескольких минут и разыгранного штрафного Иван Крештопа открыл счет. Через несколько мгновений преимущество увеличил Владимир Сосницкий, а после третьего мяча на поле появилась видновская молодежь. Но и она не стала сбавлять атакующий темп на радость зрителям. «Как всегда, наши рвут, слабая команда, тут нечего описывать. Хороший вратарь, надеюсь, Дергунова и Илью выпустят в третьем тайме, в третьем-четвертом. Хочу посмотреть на молодое поколение». Михаил и Александр Родионовы – отец и сын, постоянные болельщики «Металлурга». Не пропускают ни одного домашнего матча и очень рады тому, что у команды подрастает сильное поколение. «Вообще все хорошо играют, но это будущее «Металлурга». Вот есть кому подсказать, опыт передать, а тренеры какие. Нифантьев – это вообще супер. А Павлов – бывший игрок «Металлурга» под девяткой играл». Молодые игроки продолжали забивать мячи на любой вкус, а старшие товарищи наблюдали со стороны за их успехами. «У молодежи сейчас предстоит чемпионат России среди юношей, среди юниоров, и им надо практику набирать. Поэтому сегодня у них такой своего рода тренировочный процесс». Несмотря на разгромный итоговый счет 14-1 в пользу «Металлурга», юные мотоболисты не потеряли голову, а довольно философски отнеслись к сокрушительной победе. «Соперника нельзя недооценивать. Каждый соперник, он и есть соперник. Надо бороться со всеми одинаково». Следующий домашний матч наша команда проведет 21 июля с «Кометой» из станицы Кущевская. Начало игры в 18.00. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. И на этом у нас все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ и будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова